МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск, безусловно, с самого главного политического события в жизни региона. Завершился подсчет голосов. Обработано 100% бюллетеней. Победу с большим перевесом одержал действующий глава Ненецкого округа Игорь Кошин. По последним данным, он набрал почти 77% голосов. Второе место занял в выдвижении с ЛДПР Андрей Смоченков. За него свой голос отдали 7,6% избирателей. Далее расположились Николай Остродумов, у него чуть выше 6%, и Тимофей Салуянов, его выбрали 5% избирателей. По результатам выборов в собрании депутатов Ненецкого округа партии расположились в таком порядке. «Единая Россия» уверенно вышла в лидеры. У нее почти 46% голосов. На втором месте КПРФ почти с 19%. Партия ЛДПР – третья. За нее проголосовало почти 11% избирателей. Родина – четвертая. У нее 5,5%. Затем гражданская сила – 5,12%. Далее партия пенсионеров России. Она набрала 4,65%. После идет «Справедливая Россия». У нее почти 4% голосов. Замыкают таблицу коммунисты России. Они набрали 1,20%. Теперь об итогах выборов депутатов в окружное собрание. Итак, в Западном округе одержал победу Сергей Коткин. В Печорском – Александр Колыбин. Кстати, он опередил действующего главу Заполярного района Александра Безумова, причем всего на 7 голосов. В Восточном избирательном округе выиграла Наталья Кордакова. В Искательском – Ольга Каменева. На лесозаводе – безусловный лидер Анатолий Мяндин. В Портовом округе победу одержал Виктор Кмить. В Южном – Валерий Остапчук. Городецкий округ избрал Татьяну Бадьян. Теперь, что касается выборов депутатов, в Совет Заполярного района третьего созыва. В первом избирательном округе уверенную победу одержали Владимир Бутов и Алексей Михеев. За них проголосовали большинство. Во втором округе в лидеры вышли Ирина Артеева и Галина Дуркина. В третьем жители региона выбрали Юрия Жданова и Анатолия Курленко. В третьем собрании ситуация следующая. Итоги голосования вы видите сейчас на своих экранах. В первом избирательном округе прошли Виталий Кожевин и Павел Матвеев. Во втором – Василий Карибанов и Виктор Синявин. В третьем – Вера Дроздова и Людмила Улиновская. В четвертом – предпочтение отдали Галине Медведевой и Надежде Хира. В пятом – большинство проголосовало за Елену Сопочкину и Ольгу Старостину. В шестом округе прошли Виктор Кыркалов и Ольга Пахомова. В седьмом – Николай Миловский и Татьяна Орлова. В восьмом избирательном округе лидер один – это Анна Булатова. Напомню, явка на выборах составила 43%. Этот показатель выше среднего по стране. Наш регион по количеству избирателей стал вторым по северо-западу, уступив только Республике Коми. Инаугурация выбранного губернатора пройдет в субботу 20 сентября. Итоги голосования подвели в муниципальных образованиях региона. В трех вчера выбирали новых глав поселений. По данным местных избирательных комиссий, все прошло спокойно. Новые руководители появились в Коткинском и Калгуевском сельсоветах и также в поселке Амдерма. Отстаивать интересы жителей Коткинского сельсовета теперь будет Вадим Глухов. Именно его избрали на пост главы. У мужчины уже имеется должный опыт. Ранее он занимал руководящие должности. В том числе был главой Тиманского сельсовета. В Бугрино на пост главы претендовали несколько человек. В итоге большинство проголосовало за Анастасию Литкову. Сменился руководитель в поселке Амдерма. Им стала Надежда Ипполитова. Уже можно смело говорить о том, что прошедшие выборы состоялись. Наблюдатели, которые вчера весь день следили за ходом голосования, не зафиксировали грубых нарушений и замечаний. Это признали и лидеры региональных партий, которые непосредственно участвовали на выборах. И вот, что по этому поводу они нам рассказали. У нас были и наблюдатели, ездили по избирательным участкам. Замечаний, шероховатости были, не скрою. Вот так, к примеру. К примеру. Но там шероховатости. Там вроде дали проголосовать не тому человеку, не там, где положено. Условно говоря. Но это не влияет на исход голосования. Там вроде и не были прошиты какие-то документы еще. Это все исправилось, поэтому у нас претензий никаких нет. Единственное, наверное, все заметили, нас подвела погода. Если бы погода была бы солнечная, не дождливая, то, я думаю, процент явки был бы повышен. Серьезных нарушений, на наш взгляд, нет. Мелкие шероховатости, мелкие недоработки отдельных избирательных уиков были отмечены нашими наблюдателями и членами. Но, на наш взгляд, это не должно повлиять существенно на итоги выборов. Серьезных замечаний не выявлено. Мы реагировали на некоторые тревожные звонки, которые поступали к нам в штаб. Ну, вмешивались в ситуацию, разбирались с ней. Я думаю, что то, что мы сделали, помогло более-менее чисто провести эти выборы. Не только выборами запомнилось воскресенье. На избирательных участках голосующих встречала Тантаморезка с юбилейным выпуском Нарьяна Виндер. В нем была написана краткая историческая справка о газете. Любой желающий мог зайти за обратную сторону Тантаморезки, просунуть лицо, сфотографироваться и попасть на первую полосу юбилейной газеты. Также жители оставляли свои памятные поздравления, отвечали на вопросы Нарьяна Виндера и получали памятные подарки. Впрочем, это не все сюрпризы от Нарьяшки. Выездная команда артистов ДК с юбилейной программы выступила перед офисом редакции газеты. Хотя официальный день Нарьяшки 7 ноября, 85 лет было решено отпраздновать 14 сентября. Совпадение не столько привязано к дню выборов, сколько к времени года и к погоде. Организовывать юбилейное мероприятие летом бесполезно, потому что в городе практически никого нет. День рождения Нарьянки официальный 7 ноября. 7 ноября уже настолько холодно, что уличное мероприятие проводить невозможно. Сейчас привремся и вот, что вы увидите далее. Жители одного из домов стали жертвами собственной управляющей компании. Их дом буквально затопили канализационные нечистоты. Олег Катанзейский разбирался в коммунальном беспределе. Не пей за рулем, пешеходом станешь. Сотрудники госавтоинспекции провели очередную масштабную операцию по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Наринмара и поселка Искателей. Красота – первый шаг к счастью. Сделайте его навстречу с салоном красоты «Парадис». Для вас процедуры по уходу за кожей лица и тела. Профессиональная косметика. Большой спектр косметологических и эстетических услуг. Консультации бесплатно. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Полярная 25А. 8-911-684-4011. Морские перевозки из Архавельского Наринмара по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8-800-187-64. Сайт polartrans.ru В Наринмаре жители одного из домов стали жертвами собственной управляющей компании. Коммунальная организация обанкротилась, незаметно скрылась и оставила на произвол больше 10 семей. Причем после этого люди продолжали ежемесячно платить немалые деньги. Сейчас до жилого строения никому нет дела. И даже непосредственному собственнику здания городской администрации. Вот пример. В одной из квартир засорилась канализация. Все нечистоты оказались на полу. У кого просить помощи, жильцы не знают. Во всех инстанциях, куда они обращались, им отказали. Наш корреспондент Олег Хатанзейский пришел на помощь к жильцам. Одна из коммунальных квартир Наринмара. Условия для проживания чудовищные, иначе не скажешь. Если хорошо приглядеться, из кухни можно увидеть туалет. В стене огромная трещина. Еще вчера здесь по полу плавали настоящие нечистоты. Туалет был полностью забит. Хозяйка сама лично пробивала канализацию. Потому что ни в одну управляющую компанию она дозвониться не смогла. Сейчас жильцы намерены справлять свои нужды вот в такое вот ведерышко. 21 век. Детей кормить, готовить кушать, мы не знаем как. Потому что мы ходим по этому ***, можно сказать. Мы ходим по этому ***. Куда нам обращаться? Что нам делать? Это разве жизнь? Что мы ходим в доме по ***? Это разве жизнь? Пока соседи присматривали за детьми, многодетная мать Елена Хатанзийская, вооружившись совком и тряпками, устраняла коммунальную аварию. Впрочем, ее последствия до сих пор витают в воздухе. Неприятные запахи от нечистот на кухне, а еще в комнате, где живет пятимесячный ребенок. У дома отсутствует управляющая компания. Поэтому обращаться, когда случился потоп, по сути, было некуда. Но Елена и ее соседи оставляли надежду. Неужели никто не поможет? И коммунальщики, и городская администрация. Просьбы и мольбы просто проигнорировали. В феврале этого года дом остался бесхозным. Управляющая компания от ССЖ служба заказчика обанкротилась, но жильцам в этом не сообщила. И продолжала несколько месяцев собирать с них деньги. Где они, теперь никто не знает. Впрочем, канализация – это лишь часть большой беды. Дом 61-го года постройки держится из последних сил. При этом, по документам, аварийным он не считается. Его износ на 2011 год составлял 59%. Когда дом обшили и провели в воду, причем только после того, как жильцы написали письмо Путину, процент износа резко уменьшился аж до 46%. Видите, столько переписки у нас. 2004 года мы все переписываемся, переписываемся. Два раза мы посетили губернатора Федорова. Федорова мы ходили, к Родионовскому ходили. Мы все уже, все прошли. Все инстанции по 10 раз, по 10-му кругу. Представящая зима – очередная проверка на прочность. Но самое страшное – это то, что под такую проверку попадут маленькие дети. Мы спали, все семьи на одном диване, под одним одеялом. Семьи одеялами. Семьи одеялами. Одетые. Было холодно. Чиновники уже неоднократно в доме обещали провести ремонт. Тем более, почти каждый год на эти цели для строения из бюджета выделяются чуть ли не миллионы рублей, говорят жильцы. Но кроме обещаний, так ничего и не происходит. Больше всего Елену Хатанзейску сейчас тревожит только один вопрос – кто прочистит канализацию? В городской администрации предложили это сделать за свой счет. Но у многодетной матери нет лишних денег. Ну или просто подождать, когда у дома появится управляющая компания. Но если вот люди выберут управляющую компанию, через сколько она приступит уже к работе? Если по конкурсу, то через месяц. Через месяц. Пока мы снимали этот репортаж, на помощь откликнулось предприятие по КТС. Они пообещали приехать и устранить засор в канализации. Причем совершенно бесплатно. А пока Елене, ее детям придется продолжать жить в антисанитарных условиях. Она в очередной раз убедилась. До ее проблем чиновникам совсем нет дела. Олег Атанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Не пись за рулем, пешеходом станешь. Сотрудники госавтоинспекции провели очередную масштабную операцию по выявлению нетрезвых водителей на дорогах на Ринмаро и поселка Искателей. Во время рейда инспекторы останавливали практически все автомобили, которые ехали им навстречу. В рейд с полицейскими отправилась и наша съемочная группа. Дуть в алкотестеры всех подряд инспекторы, конечно, не заставляют. Но обычную процедуру все же проводят. Проверка документов – небольшой диалог. Если подозрений нет, желают доброго пути. На действия сотрудников полиции большинство автолюбителей реагируют с пониманием. Как вы считаете, нужны ли вот такие акции, проводимые в ГИБДД? Нужны, обязательно нужны. А зачем? Для профилактики, чтобы не гоняли, чтобы не нарушали. Я считаю, очень даже полезно. Во время рейда инспекторы ГИБДД одну за другой останавливают проезжие машины. У кого-то замечено нарушение, а кому-то еще раз напоминают правила поведения на дороге. Водители и пешеходы, зная, что будет массовая проверка водителей, может быть, хотя бы некоторая часть процентов не будет употреблять спиртные напитки, не будет выезжать на дороги нашего округа. Это основная задача. То есть профилактика, а не выявление административных правонарушений. Из 138 остановленных автомобилей не выявлено водителей, которые приняли на грудь за рулем. За время проверки было составлено 10 административных протоколов. В основном это отсутствие страхового полиса. Полицейские напоминают, рейд трезвый водитель будет проводиться регулярно. Закир Вафин, Владислав Носкин, Николай Таратин, Телеканал Север. Мир роскоши и блеска. Первый в заполярной столице ювелирный бутик открылся после ремонта. Обновленный интерьер, новые коллекции. В «Фионите» представлен огромный ассортимент ювелирных изделий. На открытии салона побывала и наша съемочная группа. Этим утром в «Фионите» необычайно людно. Оно и понятно, теперь это не просто магазин с ювелиркой, а настоящий ювелирный бутик. После ремонта здесь все преобразилось до неузнаваемости. Шутка ли, но от блеска драгоценностей начинают болеть глаза. Максим впервые зашел сюда, но без подарка для любимой жены уйти не смог. Я пришел жене выбирать подарок и выбрал его. Торговля ювелирными изделиями – занятие, которое невозможно без знания современных модных тенденций. Поэтому работают в «Фионите» только опытные продавцы-консультанты. Например, Олеся Карипанова этой работе отдала 7 лет. За это время у девушки уже появились постоянные покупатели. Очень красиво стало, люстра у нас новая, но все новое. Полностью обновилось, светлее намного стало, зал, все очень красиво. Ассортимент полностью новый. Когда у нас был ремонт, мы все отправляли в Архангельск, то есть полностью обновилось, и все новое пришло. Впрочем, все консультанты «Фионита» знают толк в украшениях и предлагают только по-настоящему качественные и изысканные вещи. Ведь поставщиками «Фионита» являются крупнейшие и известнейшие российские производители из Москвы, Санкт-Петербурга и Костромы. А для модниц есть изделия международных компаний в золоте с редкими и уникальными камнями в серебре и модные комплекты из брендовых коллекций. Элегантность и стиль, изящество и роскошь, неповторимый блеск камней и сияние драгоценных металлов. Увидеть, примерить и купить все это вы сможете в ювелирном бутике «Фионит». Окунуться в мир роскоши и блеска вы сможете по адресу город Наринмар, улица Смедовича, дом 18.